корни и щепки добрый день в эфире программа тайга инфо корни и щепки в студии александр баянов и дмитрий халебченко у нас сегодня в гостях илья кабанов научный обозреватель тайги инфо просветитель привет илья здравствуйте здравствуйте сегодня мы хотим поговорить про науку в эпоху массовой культуры и общество потребления ты насколько глубоко окунулся лично в общество погружен я я в него занырнул и не выныриваю скрылся практически по макушку мы все часть общества потребления наш добрый друг александр куплианов много лет назад решил создать медиа стартап газету которую вы читали бы все люди где-то для потребителей потому что каждый человек потребитель у всех разные интересы у всех разные политические пристрастия но каждый человек что-то потребляет это самая массовая аудитория которой можно себе представить настоящий народ а наука у нас насколько глубоко окунулась потребление современная вот к чему вот было у нас эпоха просвещения и вот та часть людей которая ну умела читать и писать скажем так она в той или иной степени ну погрузилась так сказать в условно научный тип мировоззрения обтекаем и так скажем а сейчас казалось бы все по-другому и вот люди которые имеют отношение к науке не имеют отношения к науке как они потеряли связь с научным мировоззрением или нет и как они сочетают это с потреблением мне кажется здесь еще и связь сразу с научным прогрессом на то есть очень техническим слушайте это это сложный вопрос и я думаю что однозначно ответа нет с одной стороны наука конечно стала частью общества потребление стала частью массовой культуры и поэтому есть огромное количество сериалов которые эту тему эксплуатируют но с другой стороны а наука по-прежнему остается чем-то абстрактным и неблизким массовому зрителю слушать или читателю каждый человек считает себя экспертом в политике в экономике в культуре и в спорте в истории в рекламе но практически никто не считает себя экспертом в науке под политическими новостями под спортивными новостями сотни комментариев под научными ну какие-то там два-три может человек что-то выскажутся и скорее всего будут комментарии о том что вот зачем тратить деньги на это лучше тратить на что-то другое но в сути научных разработок никто себя экспертом считает и это ну такое может достижение ученых которые за десятилетия и века выстроили себе башню слоновой кости и сказали вот мы такие особенные а вы все там внизу ничего не понимаете и чтобы вы нас поняли нам нужно переводить с нашего научного языка на язык обычных смертных но это же глупость нам же не нужно переводить политические новости на быть на язык обычных простых людей нам нужно перед спортивной новости почему мы занимаемся переводом научных новостей и массовая культура как раз пытается приблизить научный мир к миру простых людей буквально пару недель назад вы вышло исследование наши западные коллеги проанализировали как влияет просмотр научно фантастического телесериала доктор ху на интерес аудитории и выяснилось что среди фанатов сериала гораздо больше доли людей которые наука интересуются которые выбирают научные специальности которые получают образование которые разбираются в научной этике и вообще в научном процессе в целом так что на массовая культура на науку влияет наука влияет на массовую культуру это процесс такой немножко обоюдный а вот присутствие науки в массовой культуре вот вспомним начало как раз формирование эпохи массовой культуры как-то мир по хабспауму стал маленьким и большим одновременно начало конец 19 начало 20 и даже наверное до середины 20 века научные новости присутствовали в основных средствах массовой информации на одних из первых страниц то есть причем не просто популярно изложены а действительно как бы это так сказать сама суть информация о том хардкорная наука до хардкорная наука то есть и в тот момент даже большинство нобелевских премий для массового потребителя было в принципе понятно о чем они сейчас большинство нобелевских премий скорее дается за что-то что совершенно далеко от повседневного мне кажется тогда еще вот сразу стоит вопрос классического образования существует ли она сейчас каком виде она существует и существует ли вообще да потому что наверное для 20 века она была характерна именно в том числе и фундаментальных науках да вот и скажем так потребитель он говорил на одном языке по большому счету сейчас мы наверное говоря о том что наступило время утраты знаний до минимум рассинхронизация знаний много уровней затронули я попробую начать отвечать если что-то за да да направляйте совершенно точно был были были большие ожидания от научно-технического прогресса наверное до конца 60-х годов 20 века по каким-то причинам мы можем их судить этот ажиотаж ну такие потребительские ожидания да то есть а это началось да безусловно в конце 19 века с прорывами в области радио электричество позже радиации все остальное медицина полупроводники абсолютно абсолютно и здесь одним из факторов на мой взгляд была научная фантастика первый робот это не японцы или американцы это чехословакия вместе с братом придумал слова робота описал все первый полет в космос это не юрий алексеевич гагарин это жюль верн из пушкина луну хотя конечно до него тоже были какие-то такие фантазии но это первая фантастика про космический полет фантасты задавали рамки в которых существовали ученые и инженеры и потому что все читали фантастику язык науки был понятен простому человеку потому что это мы у людей и ученых был была одна основа была общая культура образование наверное тоже влияло классическое образование ты совершенно прав но здесь есть другая проблема язык науки усложняется недавно было исследование ученые проанализировали содержание научных работ по разным темам за последние 50 лет и если в середине двадцатого века язык научных работ был в принципе понятным быть ученым ученым не понятно даже и другим ученым научные работы стали специализированными стали очень нищевыми и стали написаны на таком птичьем языке в котором без словаря уже не разобраться с чем вот это связано я не знаю может быть перелом образования может быть это была такая неосознанная попытка ученых огородиться от вызовов мира когда такой корпоративистский идеал такой такая такой бунт бунт против глобализации бунт против политики бунт против гонки вооружений вот вот вы там что там все делаете а у нас отдельный маленький мирок внутренней миграции может быть это связано с этим я не знаю не вести туда своими профильными взглядами и языком особенно ты говоришь про разницу в образовании да то есть классическое образование на самом деле было даже у инженеров взять российских дореволюционных инженеров то есть абсолютно все оценивают их уровень образования высокий то в том числе из гуманитарной точки зрения да то есть и вдруг с какого-то момента во всех странах мира это смазалось инженер уже перестал быть как в отличие от книг жюль верно где мы помним что инженер там сарис смит это просто лидер да то есть он стал скорее всего рядовым исполнителем практически приближенным по статусу к механику это вопрос того что это и профессия стала массовой или какие-то кардинальные изменения в образовании прожили тоже вспомнить советские советскую историю то есть технологическую то есть пока были люди которые закончили университет дореволюции либо хотя бы дореволюционную гимназию то все технологии развивались просто невероятно с точки зрения как сказать прогресса мечты вот тоже снимали ли вы красота стал вопросом культуры на правильно отсутствие инженеров да то есть большому счету культура как бы их выместила но там дурацкий спорта физики лирики да и так далее очень физики были ли личные очень странные вещи до которых с высоты лет посмотрим да и думал что есть какой-то конфликт но уже его же не может быть это нормально ты мне кажется правильная вещь профессии стали массовыми до наверное 30-х или даже 40-х годов 20-го века образование во всем мире было вещью достаточно элитарной ну да небольшая доля населения всех стран мира получали даже среднее образование не говорю же о высшем и те люди которым посчастливилось стать инженерами или учеными это конечно были полубоги их воспринимали как посланцев с другой планеты они знали ответа на все вопросы они понимали куда мир будет двигаться и они двигателями в эту сторону когда инженеры местал не знаю если не каждый второй то каждый каждый третий а этот орел конечно поплёк ну и вообще получается что слишком много людей стали с высшим образованием и уже сам термин высшее образование не дает ответа то есть уже теперь высшее образование нужно делить на много уровней да вот даже для любого жителя новосибирска очевидно что есть у нас нгу и нэти а есть немножко все остальное вот есть на ругой высшим образованием есть другое высшее образование да то есть это ведь тоже какой-то показатель того что все-таки для людей нужны критерии вот эта градация понимания то есть как без вникания в суть того о чем говорят в том числе и в науке значит нужно понимать это серьезный человек горит или несерьезное это имеет отношение к реальности либо это сказки несмотря на все прорывы в науке в технике наш мозг не изменился человек не изменился общество находится примерно на том же уровне развития что и 300 500 что лет назад нам нужны касты и когда в каста инженеров стала массовой она начала делиться на подкасты это было неизбежно а давайте вот вернемся все-таки чуть начало и поговорим о том а как разговаривать вообще с аудиторией в том числе с той которая интересуется наукой меня ну я уже две недели как всем рассказываю да совершенно потряс случай который произошел на венецианском кинофестивале когда фильм джокер сломав многолетнюю традицию этого фестиваля ну фильм комикс получил гран-при вот и значит ну наверное мы находимся уже какой-то другой исторической ситуации потому что получается что больше нет как будто элитарного кино да то есть и наука наверно тоже перестает тоже быть элитарной мы смотрим как в социальных сетях продвигаются научные новости да это такие таинственно полумистические заголовки которые отсылают каким-то там но совершенно там может быть первобытным вещам в человеке да то есть стоит ли менять язык для того чтобы говорить с аудиторией да вот и как менять его чтобы ну не утратить содержание тратить смысл того что происходит о чем мы говорим по большому счету смотри в научной журналистике есть такой принцип мы рассказывая о научных открытиях используем язык понятный информированному читателю не эксперту а такому человеку который примерно понимает что происходит каждый возникающий в тексте термин нужно расшифровать каждую аббревиатуру раскрыть мы не предполагаем что наши научные новости будут читать ученые которые в теме разбираются но понятно что мы не должны в этих научных новостях научных текстах объяснять какие-то совсем базовые вещи типа не знаю законов и так далее это школьная программа предполагаю что кто-то кто-то их в это помнит или там может зайти виквиде изучить и на мой взгляд наука ничем не отличается от других тем и нужно рассказывать языком понятным простым людям это это не единственный способ донести суть научных открытий до массовой аудитории тут есть еще другой вопрос я если позволите не язык а тематика и наш опыт научной рубрики в тайге инфо показал что людям и интересы людей идут сто процентов по пирамиде маслоу самые читаемые научные новости в тайге инфо затрагивают самые нижние ступеньки пирамиды это новости про здравоохранение но открыли новые лекарства от рака на исследование сердечных заболеваний что в таком духе это читается всегда великолепно а вторая тема это безопасность например исследование по поводу пенсионной реформы это же какие-то военные исследования все люди понимают что это может коснуться каждого может начаться война любой момент а как нас ученые защитят и третья тема это еда сельское хозяйство новые сорта чего угодно новые способы борьбы с вредителями дронов используют для распыления чего-то там пестицидов эти темы собирают тысячи просмотров как только я решаю написать что-нибудь про квантовую механику читатели на беззвучно говорят или а ты сошел с ума какая черта квантовая механика дай нам пестициды вот это ведь интересно то есть с одной стороны понятно вот это корреляция с повседневным личным опытом но с другой стороны ведь у всех есть школьное образование и про квантовую физику школьном курсе было я точно помню но тем не менее это как не за этом интеграл брать то есть я этого уже не помню слава богу про квантовую физику лучше вот но тоже самое я как историк могу сказать что и история школьный курс выпал то есть его не ну у нас вообще с истории плохо в школе если честно но тем не менее все равно это выпало да и тем не менее какие-то вещи остались повседневной жизни может быть это это еще и дискредитирует на самом деле пути продвижения науки и вообще образование как таковое то есть когда в школе заставляют 11 или скоро 12 лет заниматься всякой ерундой не имеющие отношения с точки зрения человека к реальности то есть дальше еще меньше крючков которыми людей можно заинтересовать по настоящему потому что уже тебе плохую версию некрасивую неинтересную вот этого вот направления в числе научного знания предъявили вот ты прав но мне кажется что образование всегда было примерно одинаковым и заставили зубрыть вдалбливать все это последние лет 150 тут ничего не изменилось но совершенно точно мы перестали быть энциклопедистами и навык энциклопедизма потерял свою привлекательность потому что у нас есть википедия у нас есть google мы можем найти ответ на любой вопрос секунды нам не нужно все это помнить это приводит к сам ли довольно странным последствиям на днях было исследование в великобритании выяснилось что британские школьники уже не в состоянии назвать название обычных растений и животных 9 процентов британских школьников не знают как называется леса 13 процентов не знаю не знают название ёжика порядка 80 не смогли распознать дубовый лист то есть они видят форму но они не знают как это называется у меня тоже есть один пример я этим летом узнал большинство итальянских школьников не пользоваться часами потому что школе не учат стрелочными стрелочными да не хочется чтобы все это превратилось в такой стартерский уголок так какие сейчас плохие дети дети прекрасные просто эти навыки уже не нужны есть приложение которое распознает растение животное все что угодно и зачем помнить название есть часы в телефоне зачем нужны стрелочки мы все печатаем поэтому навык чисто писания и все остальное тоже исчезает потому что он бесполезен зачем ну да но но энциклопедизм как таковой не бесполезен просто вопрос в том что современная энциклопедизм в котором возникает потребность это не знание конкретных вещах это знание взаимосвязи для того чтобы уметь пользоваться на самом деле любимыми поисковыми системами нужно правильно задать вопрос согласен да и соответственно и с каждым кодом все правильно это все сложнее становится сделать если ты хочешь получить информацию отличающиеся от информации которая свидетельствует только об информационном фоне то есть мы начинаем иметь вместо информации дело с эффектами массового сознания и способами его отображения вот и это же и тащит за собой средства массовой информации то есть которые начинают как александр говорил всегда идти за читателем они пытаться его поднять но над текущим уровнем хоть немного вот весь мы в это мы 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 в это упираемся так вот вопрос на для того чтобы подобный энциклопедизм понимание уровня взаимосвязи которые так понимаю что и среди разных направлений науки междисциплинарные исследования сложнее и сложнее начинает начинать да вот то есть для того чтобы это все двигалось в сторону прогресса и вообще прогресс как ценности сохранялся что я вот здесь пояснил бы пояснил про средства массовой информации действительно ведь мы можем выполнять скажем так но популяризируя что-то да не утрачивая содержание но говоря на языке с аудиторией о том же языке с аудиторией а можем в принципе рискнуть и и потерять содержание да и говорить вообще на совершенно совершенно примитивных вещах совершенно примитивным языком но потом подняться будет трудно да вот если вдруг реальность нас заставит говорить о чем-то более сложным да этому сми будет очень трудно изменить изменить себя да и тем более стать понятным для читателя и можно еще дополню то есть речь идет на самом деле когда начинаешь говорить о сложных вещах не о том чтобы отказаться от сути и полностью перейти на язык но и невозможно полностью сохранить суть ты всегда выбираешь как бы степени то есть степень того насколько ты потеряешь детали и частности принципиально важные для эксперта вот и в какой степени ты приобретешь охват аудитории сохраняя эту суть да то есть и вот вопрос этого выбора он баланса баланса да если он скажем в первой половине 20 века где-то лежал на уровне компромисса между экспертным сообществом наукой научным сообществом и рядовым потребителем то сейчас как ты правильно сказал сложилась действительно полноценная каст вот то есть в этом отношении на твой взгляд в мире происходят какие-то серьезные изменения или пока наоборот у нас еще вот эта рассинхронизация только увеличивается мне кажется вы подняли серьезную проблему я боюсь что у меня нет никакого ответа на этот вопрос проблем если есть и разные медиа разные научные журналисты разные популяторы науки решают по-разному я могу сказать о своем пути потому что это это то в чем я разбираюсь мне сложно давать какие-то обобщения есть две две ошибки которым может совершить научный журналист может обмануть читателя рассказать о том чего нет и может дать ложную надежду и эта ошибка распространенная когда мы пишем новости по какому-то покой научной работе очень часто хочется вынести в заголовок что-то обещающее что-то классное ученые открыли лекарство от рака но это же здорово это вселяет надежду хочется прочитать хочется по сантиметр происходит так а сможет коснуться каждого человека если мы начнем читать внимательнее подробнее то выяснится что конечно открыли но это исследование на мышах этих мышей было 7 штук то есть делать из этого какие-то далеко идущие выводы наверное рано и чтобы не совершать эту ошибку я иногда в заголовках составляю фразу испытали на мышах чтобы сразу возвращать на землю по большому счету ведь это получается что если это борьба с позитивизмом да да потому что он так или иначе проникает в эту историю и можно ли говорить например как недавно прочитал что наверное уже эпоха позитивизма заканчивается да то есть мы переходим к это пост постмодернизм она наверное она мы наверное все-таки живем в ней и по-прежнему ученые воспринимаются как такие супергерои которые знают за это на все вопросы как люди которые вот-вот нас всех спасут нам с ними можно уже ничего не делать мы должны расслабиться получить удовольствие и ждать когда ученые найдут решение всех проблем а это 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 и позитивизм и патернализм абсолютно но ведь получается что вот этот вот сцентризм доведенный до абсолюта ложный сцентризм я такой для себя термин нашел тоже видно да он ведь ведет на самом деле и эта история двадцатого века очень сильно показала в том числе в социально-экономических экспериментах что начинает думать что человек человеческий разум может управлять напрямую в деталях процессами настолько сложными что во первых их человек не может охватить он они состоят из большого количества черных ящиков вот и мы зачастую сути принципа функционирования каждого из этих черных ящиков не представляем то есть при этом вполне себе сцентрично настроенные станислав лем да который написал сумму технологии вот прекрасно предсказал это там почти полвека назад да и тем не менее мы пытаемся управлять экономикой напрямую хотя не знаю как она функционирует мы люди верят в то что можно управлять другими в том числе биологическими процессами хотя мы до конца не представляем механизмов функционирования там каких-то внутри клеточных и тем более молекулярно и молекулярно мы вовсю реакируем геном хотя не очень понимаем что это может привести да мы знаем мы знаем геном да знаем его состав но знание состава набора порядка расположения белков не дает понимания о том а собственно о сути явления да и вот этот вот разрыв он казалось бы очень небольшой казалось бы ты берешь садишь предсажаешь перед собой одного человека и объясняешь ему это но с точки зрения массового сознания массовой культуры уже даже вот этот вот маленький маленький шажок он как будто бы непреодолимая пропасть из-за этого возникает огромное количество проблем в том числе опасных для людей абсолютно согласен а мы мы очень часто не можем предсказать последствия своих действий а еще чаще мы не хотим этого делать пример когда мы учились в школе наверное мы с тобой через школе ты когда ты учился в школе мне кажется еще не было двигателя внутреннего сгорания когда мы с димой учились в школе самые неприятные последствия от ошибок программистов разработчиков ну что было то что в почте могло появиться больше спама или чтобы когда программа загружалась бы на 30 секунд дольше сейчас ошибки программистов напрямую влияют на благосостояние на здоровье людей на жизнь людей самая громкая история это попадение боингов когда ошибка программиста что-то намудрили с автопилотом и в результате больше 300 человек погибло таких случаев становится становится все больше и больше потому что программисты остались теми же самыми а задачи у них изменились и теперь а код управляет не программой а в ряд людьми жизнями и человек который пишет код он не пишет код и не знает все его составом берет из отдельных блоков составляет конструкцию сегодня разработчики инженеры ученые должны думать о том к чему приведут те вещи которыми занимаются мы провели исследование мы написали программу а что дальше как влияет на человека на наука и на технологии айти перестанут быть абстракцией они начинают напрямую касаться каждого реальности и люди которые это создают должны но начать об этом задуматься да по большому счету даже не не абстрактные этические проблемы это по большому счету создает угрозу уже ежедневно существование но это обратная сторона прогрессом а для для понимания этого необходимо чтобы прогресс присутствовал как получается люди которые смотрят сериал доктор кто да то есть они как ты говоришь с большей вероятностью приходят в сферу науки какой каким-то образом то есть и как люди почитавшие же верно потом собственно сто лет назад тоже приходили в науку и занимались и всерьез вот то есть таким же образом представление о прогрессе в массовом сознании по идее должно формировать пространство в котором рождаются те умы которые тоже приходят в науку а мы уже сегодня поговорили что не что-то немножко в этой ситуации сломалось есть примеры массовой культуры которая эти вопросы поднимает и наверное не самым первым но стадим самых ярких был великий фильм моего детства назад будущее где где во первых был очень позитивный пример ученого а с другой стороны все фильмы трилоги были посвящены последствиям научного открытия и при этом был прекрасный увлекательный сюжет это было на том языке которые интересовали людей но я хочу хочу задать вопрос то есть получается что а само представление о прогрессе особенно похоже что современной россии потому что общество уникальное слишком глубоко погрузившись в массовую культуру общества потребления потерявшие все традиции так вот представление о прогрессе она у нас выродилась уж совсем в потребительские вещи для нас прогресс это гаджеты до которые приходят откуда-то из загадочной заграницы чаще всего теперь из китая да ну вот где их просто штампуют и и поэтому любая новость ученые нашли лекарства от рака на самом деле в этом заголовке нет ничего страшного на нашли лекарство которое возможно является лекарством даже испытана уже на людях это не значит что все излечатся от рака да но тем не менее настроен человек так вот современное представление о прогрессе что он только так это и воспринимает и поэтому тебе приходится и сразу уже здесь сразу нюанс что и новость остановится доступной потому что смартфоны смартфоны штампуются да и с каждым днем скажем их цена падает поэтому доступность этой новости становится больше нам не нужно больше покупать подписку на конечно 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 эта новость входит в ежедневное существование только у нее должна быть длина заголовка не превышающая определенное количество символов чтоб нормально помещалась и вот это очень страшное представление о прогрессе и и несказившаяся что с этим делать как жить на нам дальше слушай мне кажется что и здорово что вдруг вспомнили про то что есть россия здесь вообще все плохо со многими вещами в том числе с отношением к науке и прогрессу и все то что мы обсуждали до этого мне кажется больше касается мира в целом а если это переводить на российские реалии то остается только головой биться об стол и рыдать потому что ценность научных знаний непонятно значение инвестиции в науку непонятно не только избирателям но и политикам и все эти прекрасные истории когда сокращают финансирование или отбирают финансирование они 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 же да это часть 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 нашей жизни и к этому я еще добавлю окей есть ученые есть наука есть научные центры но кроме этого есть огромное количество сми форумов пабликов которые продвигают какую-то бракобесную безумный мистицизм астрология все 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 это ерунда это же тоже это началось нет занят 5 лет 10 или даже 20 лет все началось еще при любимом многими нашими зрителями советском союзе когда 100 лет назад был спиритизм и все когда журнал наука и жизнь начал публиковать астрологические прогнозы писать про какую тайну воды середина восьмидесятых лохнесское чудовище зона 51 безумие весь этот сегодняшний бред нам принесли советские инженеры спасибо вам большое советские инженеры ну и но ведь в этом есть и как рациональное основание почему это произвела в массовом сознании на что отклик потому что мы прекрасно знали что нам государство врет значит соответственно вода точно что-то скрывает и уж самая секретная точка вспомнил совершенно великий пример был был бы есть мы уже жив такой советский инженер он сначала что-то готов работал на байконуре был участником космической программы начинают чуть ли не с полета гагарина и работал на байконуре до середины 90-х до выхода на пенсию и он опубликовал свои дневники сам опубликовал не нашел издательства выложил тренд я прочитал это великий документ эпохи начинается все с торжества прогресса мы отправляем людей в космос вот как мы это делаем потом становится меньше денег то что они делаются меня престижным за полетами в космос уже никто не наблюдает и в начале 90-х это прекрасный советский инженер начинает лечиться уринотерапией и ты наблюдаешь а вот эту трансформацию практически в режиме реального времени от вас восторженных описаний космических запусков и общения с космонавтами до уринотерапии за несколько томов его воспоминаний я думаю что такой путь прошли многие и вот поэтому уже там где мы живем опять же это влияние позитивизма до который по большому счету в конце концов отказывают разуму но разум при этом сохраняет какие-то способность к поиску и вот этот поиск если человеку не дали великих проектов соответственно что ему остается спиваться писать книжки или биполярное расстройство вот если уж мы про россию заговорили давай все-таки к новосибирску вот как человек занимающийся какой-то общественной деятельностью политикой в новосибирске если ты сталкиваешься за пределами города с мак представлением россиян на новосибирске то в первую очередь академгородок у меня на это естественно мгновенная реакция послушайте академгородок это небольшая окраинная часть города которая уж точно в общественной жизни новосибирска почти никак не участвуют вот значит с ними сложно тем не менее с точки зрения россии мира новосибирск это в первую очередь академгородок на твой взгляд с точки зрения прогресса с точки зрения сохранения научного сообщества с точки зрения присутствия мировой науке что сейчас академгородок собой представляет я хочу сначала сделать небольшой шаг назад ты конечно прав но но не во всем и академгородок возникает в списке ассоциации далеко не везде и не у всех например когда я был лет 15 назад в тверской области и когда говорил что из новосибирска первая ассоциация которая возникала у местных жителей это сибирские гвардейские дивизии интересно не тайга некатемгородок не гидростанции потому что снимали оккупацию калинина академгородок остается наверное брендом хотя уже никто наверное не вспомнит а ничего что в академгородки делают есть одно исключение это прекрасный эксперимент по одомашниванию лисиц в институте статологии генетики это читается а да это же не потому что такие классные они классные него что классный институт он классный а потому что эта тема уже несколько лет остается в центре внимания научно-популярной журналистики научно-популярной литературы про это пишут про это активно пишут иностранцы про это издают книги эти книги переводятся и одомашние лисицы из новосибирского калинина академгородка это бренд но еще наверно потому что что у нас еще люди помнят в отличие от британских школьников как выглядит еще один новосибирский бренд причем не только в россии но и за пределами это институт ядерной физики когда я ездил в британию там общался с учеными то очень многие узнав что есть новосибирск или о буткер институт а мы там покупаем магниты или там мы слышали про какие-то их исследования это то это тоже до сих пор остается брендом наверное не таким громким как был советское время но но этого прежде по прежнему важная часть новосибирской идентичности для внешнего потребителя но есть еще что какие присутствуют институт чего теплофизики гидродинамики нет интересно там есть наука там делают научные открытия на цене это публикация авторитетных журналах но это точно не становится частью массовой культуры это даже не становится как будто бы перестала быть частью среды самого академгородка вот за за редким исключением то есть есть там прекрасный проект эврика да то есть саша дубы не занимается действительно привет саши дубы не да 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 серьезным серьезным просвещением но тем не менее как будто бы уже во первых в самом академгородке большинство проживающих там людей не связаны с наукой это потомки ученых которые там теперь живут а большинство ученых уже живут наши люди в нижней лицовке в берске где собственно жилье дешевле поскольку я вот родился в эпоху еще до двигателей внутреннего сгорания я вспоминаю что когда один раз я был в италии и в одном довольно серьезном учреждении да я посмотрел на карту советского союза то есть она была издана в 60-е годы в италии вот значит карта а сибири выглядела следующим образом то есть это было просто такое пустое пространство значит от урала до тихого океана до тихого океана на котором была . владивосток и посредине . вот посредине . в этой пустоте то есть я просто был уверен подхожу к карте ближе и читаю вот эта . называлась академгородок не новосибирск по поводу того где живут ученые я узнал на днях что саран предоставляет своим сотрудникам ведомственное жилье ну классно молодцы это хороший стимул идти работать саран может единственности рода саран но где находится это жилье находится за пределами новосибирска находится это жители новосибирской области в саран работа житель новосибирской а не новосибирска ну так как какой-то как что-то за пределами городка как это прекрасно романтическое название типа какая-то там заимка что-то на акраинской заимок и нужно ехать нужно ехать до работы 40 минут ну то есть ну что такое ребят ну что что в академгородке нет жилья нет она продана просто уже другим людям не для этого строила но последнее десятилетия суран до того как его соответственно как называлась наша прекрасная организация которую теперь ликвидировали которая считается что наука издевалась во главе с господином котюковым в общем до того момента как они у них полномочия уменьшили то есть суран занималась в первую очередь сдачей в аренду недвижимого имущества и управление собственностью и до сих пор большая часть земли там под суран вот в такой ситуации это тоже какие-то из элементов деградации среды когда да конечно конечно ну тут боюсь что совсем нет ничего не могу сказать я не разбирался к счастью это растреплетениях но собственности суран это же неизбежно потому что мало что меня интересует меньше чем за кулисе сибирского отделения академии на это же почти неизбежно если посмотреть на историю к этим городка то есть сам по себе проект изначально фантастически ну скажем с точки зрения урбанистики да то есть он неправильный потому что город вынесены из города построены на полянке по большому счету да вот нужно было вести коммуникации из города до сих пор то это удаление но не преодолено и и ничего не было готово да да но вида вот в тот момент для ученых было очень важно вот это вот автономность да и может быть независимость от вас можно дальше от москва да да город солнце такой вот в тайге и тут я на наших зрителей и слушателей хочу отправить к мемуарам михаила качана тайга публиковал и выдержки из них поищите один из первых жителей академгородка работал гидродинамики дал в нгу и он очень подробно описывает первые десятилетия существования академгородка потрясающе интересно например что сейчас отмечают 60-летие новосибирского государства университета но формально конечно занятия начались в сентябре но реально это произошло ближе к началу ноября потому что не было ничего не было издания не было ни сетники общежития студенты жили в палатках на берегу обского водохранилища и чтобы как-то им было не не очень там скучно и грустно холодными вечерами к ним приходили ученые как там общались с ними рассказывали делились историями читали лекции как-то поддерживали таким образом и только в ноябре студенты начали учиться и эти романтические времена перешли в эпоху управления недвижимостью сибирского отделения наук в рамках новосибирского научного центра скуску скоро снова все начнут жить в палатках причем причем везде так будет да если шанс на твой под на твой взгляд у россии в частности у новосибирска и у жителей россии новосибирска не связанных нас с наукой вернуться хотя бы в мировой тренд ну получается вот тех новостей хотя бы о которых пишет современная журналистика научная но по-первых сегодня так плохо наука в россии есть есть публикации они конечно иногда выглядят какие-то местечковыми и не очень серьезными ни на что не влияющими но научная мысль никогда не делась я уверен что у российской науки и есть прекрасное будущее но как у одного из множества партнеров международных коллабораций то что происходит сейчас но это нужно это нужно наращивать нужно заняться еще активнее для этого конечно нужно чтобы государство и чекисты перестали все секретить перестали сажать ученых нужно от от открыть все что можно открыть или даже больше нужно стать базы для экспериментов нужно выбрать для себя какие-то ниши и специализировать специализироваться на них на то есть например яв может быть прекрасной базы для огромного количества исследований то что он делает уже сейчас это нужно оращивать наверняка то же самое в циге и где угодно если мы скажем что ребята у нас есть дешевая рабочая сила дешевое время на установках пожалуйста приезжайте или присылайте нам по электронной почте свои базы данных мы их будем прекрасно изучать и на них основе что-то делать мы может быть сами по себе уже ни на что не способны но как часть международных проектов мы еще всем покажем кучкину мать но для этого государство должно быть открытым и обществу большом счету зазреть чтобы быть открытым научная среда тоже должна быть открытым и говорить на каком-то ином языке и если борется за свои права то действительно бороться за свободу научного знания они за свои корпоративные интересы которые собственно непонятные идея что мы в кольце врагов она должна остаться в прошлом точно так же как уринотерапия на все остальное это деструктивная вещь то есть какие ближайшие планы так сказать научной редакции тайги инфо я думаю что на днях мы опубликуем заметку про свежие исследования мгу которые решили посмотрите что происходит на колыме и проехали по колымской трассе и сделать это графическое исследование мне кажется это было очень интересно особенно в том тренде который ну да безусловно безусловно а долгосрочные что ждет науку на сайте тайга инфо а науки будут становиться больше но как бы сцен интереснее мы писать о ней понятным языком но при этом не будем читать или обманывать не будем вселять них ложные надежды и сразу в заголовках уточнять на это на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу большое спасибо илья было очень интересно да 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 всем до свидания до свидания корни и щепки